Зима подкралась незаметно. Не успели одесситы опомниться после ледяного дождя на прошлой неделе, как новый катаклизм не заставил себя долго ждать. Зимняя стужа. По ночам температура воздуха в Одессе в последние дни января опускалась до минус 20. Мороз у нас жизнь бездомного. Еще один бомж в критическом состоянии в больнице. Их забрали из пункта обогрева на Старой Сенной площади. Сюда они еле дошли. У него, видимо, отношения с похолоданием. По ее произнаке эпилепсии. Он сейчас лежит в таком состоянии. На этой неделе в пунктах обогрева Центра учета бездомных и палатках спасателей резко увеличилось число нуждающихся в обогреве. Замерзших отогревают у буржуйки, отпаивают горячим чаем. Да, холод еще тот. Держи, согреешься. Ух ты, сладенький. Вы сразу сахар туда же кладете? Да, конечно. С сахаром. Все полностью. Это тут чай, там два бока с водой. Брезентовые палатки стоят и возле областной администрации. Сюда люди приходят не только поддержать власть, но и согреться. В целом город справился с обильными снегопадами на четверку. Дорожники работали круглосуточно, расчищали главные магистрали и посыпали их солью. Минус балл за межквартальные проезды. В прошлом году вообще был ужас. Сейчас посыпано, почищено везде. Ну, в дворах есть такие места, что сложно проехать. В борьбу со снегом внесли свой вклад Виталий и Руслан. В ночь со среды на четверг они колесили на своем снегоуборочном трамвае. Работа та еще. Не позавидуешь. Стрелки переводить, на щетках стоять. И чистить стрелки, и веник с собой должен быть, и лопата должна быть, и ломик. Для того, чтобы нормально сделать стрелку, нужно ее вот так вычистить, и чтобы снегочиститель прошел ровно, не сошел с рельса. Начало замерзать море. Побережье покрылось ледяными торосами. В воде плавает так называемая шуга – мелкий лед. Спасатели просят людей не выходить на лед даже на берегу. Во-первых, покров крайне неустойчивый. Во-вторых, помочь никто не успеет. В ледяной воде человек гибнет за считанные минуты. Человеку кажется, что море замерзло, и можно выйти на лед, сфотографироваться, погулять. Экзотика для нашего города. Но на самом деле это очень опасно тем, что это не лед, а, так сказать, шуга. Кусочки льда? Кусочки льда, которые проваливаются, может случиться несчастье. Кому не повезло, так это тем, кто остался без света. Ремонтные бригады РЭСов со своей работой не справились. В пятницу, 31 января, без энергоснабжения в Одесской области оставались больше ста населенных пунктов. Но синоптики обещают потепление уже на следующей неделе. Тогда зимние проблемы решатся сами собой. Как всегда. Юрий Гальченко, Алексей Чаповский, Алексей Сорокин, Виталий Прус, телекомпания САТВ.